Здравствуйте! Сегодня общественная организация гражданская безопасность совместно со стрелковым клубом выстрел планирует произвести тест разнообразного оружия на баллистическом желатине. В конце мы протестируем длинноствольное оружие. Карабин на базе знаменитого автомата Калашникова АКМ калибра 7,62. Винтовку АР-15 на базе которой сделана знаменитая М-16 калибра 5,56 мм. И гладкоствольное ружье Вепр 12,12 калибра со стволом длиной 430 мм. В АКМ-овский магазин мы заряжаем патроны САПСАН с экспансивной пулей массой 124 грана. Хронометр показывает среднюю скорость 715 метров в секунду, в точности как в НСД ККМ. Пуля буквально разрывает желатиновый блок на куски. Мгновенное выведение противника из стойки практически гарантировано. Магазин АР-15 снаряжается патронами САПСАН с экспансивной пулей массой 55 гран. Скорость этих пуль в среднем составила огромные 976 метров в секунду. Пуля вновь буквально разорвала желатиновый блок на куски. Впрочем, скоростное видео позволило заметить некоторые различия. Если энергия пули 7,62 выделилась где-то в середине блока, обеспечив равномерное разрушение, то малокалиберная пуля высвободила максимум своей энергии в первой половине. Впрочем, это представляет больше теоретический интерес. Противник все равно будет остановлен мгновенно. Наконец, самый крупнокалиберный образец в нашем тесте. Вепр 12-12 калибра. Заряжен патронами марки главпатрон с пулей Гуаланди диаметром 18,5 мм, массой 32 грамма. Хронограф показывает, что даже в относительно коротком стволе вепря эта пуля в среднем разгоняется до скорости 420 м в секунду. Как и ожидалось, на этот раз также пришлось собирать куски желатинового блока с пола. Скоростное видео показало, что эффект от этой пули максимальный среди всех участников теста. Временная полость настолько огромна, что заняла весь кадр. Таковы выводы из этого теста. Впервые за время тестирования большая медленная пуля превзошла маленькие и быстрые. Но нужно отметить, что она не просто большая, а в разы больше. И при этом медленная лишь относительно винтовочных пуль. Это во-первых. Ну а во-вторых, длиноствольное оружие с охотничьими патронами в любом случае обеспечивает столь обширные травмы, что противник будет мгновенно выведен из строя.